Попасть в сборную России и выступить на чемпионате мира мечтают и герои нашего следующего сюжета. Но им для этого еще нужно подрасти. В Сочи и Омске начался розыгрыш Кубка Газпромнефти. Это крупнейший в Европе турнир для 11-летних хоккеистов. Маленькие игроки уже мечтают о больших победах. И блеск трофея привлекает их сильнее, чем обычные детские радости. Динамо сзади было. Стоп, Авангард, Авангард. Динамо. Эти мальчишки приземлились буквально час назад в международном аэропорту Сочи. В сотне метрах от них море, пляж и пальмы. Но все, что их волнует, состав соперников в покупку Газпромнефть. И ведь еще даже не успели заселиться в гостиницу, отнести вещи в номер. Но уже раздобыли буклет с информацией о командных участницах и внимательно изучают тех, с кем предстоит бороться за главный трофей одного из крупнейших детских хоккейных соревнований в Европе. Автобусы привозят из аэропорта одну команду с другой. В этом году всего участвуют 27 коллективов из пяти стран. И впервые выступят местные хоккеисты из Сочи. Вот они, кстати, вместе с тренером Михаилом Юрьевым идут заселяться в гостиницу. Деловитые по-взрослому разобрали ключи и пошли смотреть, где будут жить в ближайшие дни. Но в номере, когда пришло время делить кровати, деловитость вмиг улетучилась. О, чур, я здесь! Первый матч команде Сочи предстояло провести со Спартаком. И они его выиграли 2-1. Но с нетерпением они ждут встречи с другой командой. Я хочу сыграть со СКА. Они сильные, очень. КХЛ, СКА. Выиграли кубок Гагарина. Я за них болел. В свою очередь, хоккеисты СКА ненавязчиво намекнули, что не собираются давать своим соперникам ни единого шанса. Мы готовились. У нас были сборы, и мы на этих сборах выкладывались по максимуму. Поэтому мы готовы. Ну а раз готовы, то можно немного и отвлечься. А потому ребят повезли в океанариум. Правда, даже по пути на экскурсию все мысли посвящены предстоящему турниру. И, конечно же, соперникам. И кто из них самый принципиальный, юные хоккеисты СКА не скрывают. С СКА как бы ни у нас, с ними давние счеты. Мы несколько раз проигрывали, несколько раз выигрывали. Мы должны восстановить серию побед с ними. И хорошо у них все с техникой. Они могут легко нарисовать на льду всякие восьмурочки. Они хорошая техничная команда. И с ними интересно играть. Мы с ними играем на быстрых скоростях. И только сильные соперники могут чему-то научиться и приобрести хороший опыт. Впрочем, как заверяют ребята, в этот раз они знают, что противопоставить ССКА. Я думаю, мы станем поплотнее играть. Лучше будет оборона. Нападающие будут побольше, точнее бросать. И лишь в океанариуме хотя бы на время ребят удалось отвлечь от хоккея. Кстати, там же уже отвлекались и игроки Нижегородского торпеда. Субтитры создавал DimaTorzok Покормили карпов, налюбовались на акул, черепах, мурен, пираньи и русалок. Ну а в автобусе подвели итог, рассказав, кто им больше всего понравился. Акула. Потому что она красивая, агрессивная и шустрая. И мы на льду ведем себя, как акула. Как акулую рыбку. Порвем завтра ямал, как хищники, млекопитающих. И, кстати, это обещание было сдержано. В первый день турнира СКА действительно обыграл команду Ямал. 15-0. В общем, в океанариуме ребят получили правильный настрой. Оксана Шарычева, Александр Колотов. Сочи. Все на матч.